Глава девятая. Огненная гиена. Вся команда собралась в тренировочном зале. Стоя напротив Кирая, они пристально наблюдали за ним. На его пальце уже было надето кольцо, что источало черный дым. «И нафига вы тут столпились? В музее что ли?» Придирчиво проворчал капитан. «Я заберу кольцо сразу после твоего договора. Даже не думай увеливать!» – отвечает Альма. «А вдруг с тобой что-то случится?» – произнес Кайн. «Это исключительно из научных интересов!» – дождался очереди Малик. «А я так просто! Любопытно!» – пожал Трой плечами. «Не в кого стрелять! Я сомневаюсь, что ты сможешь меня понять!» – вдумчиво добавил Зод. «Ясно все с вами!» – отвернулся Кирай. И, потратив секунд десять на вглядывание в оранжевый камень этого кольца, он уверенно воскликнул. «Абгамелесев!» Энергичный возглас сменился бессознательным телом. Оно даже не успело упасть, как было скрыто черным ульем. Вскоре на нем из золотистого тумана сформировалась цифра ноль. Когда всяческое звучание обратилось в тишину, то на ее место начал посягать шум рваного воздушного гула. Неприятность, но скорее непонимание слышимого, заставила Кирая открыть глаза. Он находился в лежачем положении, как слева выстрелила лава. Кирай быстро откатился в сторону, избежав раскаленных капель, что уж делели накрытие его сверху. И лишь окончательно убедившись, что тот недоброжелательный гейзер не представляет более угрозы, он начал подниматься на ноги. Скалистая почва выглядела словно больная жаром, а ее лововидные пульсирующие ручьи напоминали старые вены. Подъем Кирая изрядно замедлился, как его взгляд гипнотически впился по декорации впереди. Бескрайние просторы полыхающих деревьев, гор и каких-то построек с обугленными существами будто являлись неоспоримой частью этого измерения. Все горело, но не сгорало. Воздух носил на себе залу и пепел, которые время от времени слабенько мелькали перед глазами. Эта картина точно не оставила Кирая равнодушным, навязав чувство опасности и дискомфорта. Но стоило ему лишь бросить взор на небо, как его тревожные ощущения сменились на восхищение и трепет перед чем-то мощным и большим. Там была гигантская огненная воронка, что оком зверя смотрела на Кирая в ответ, а зрачок ее был черен до непроглядного. Воронка находилась очень высоко, но создавалось впечатление, что она охватывала всю область, которую Кирай мог только увидеть, этим провоцируя иллюзию ее приближенности. Поэтому, как только во взрыве оттуда вылетел шар пламени, Кирай закрылся руками, метил он вдаль от наблюдателя, и по мере приближения огненный сгусток намекал все сильнее, что по размерам он не уступал даже небоскребу. Рухнув, комета раскидала свою пламенную оболочку в разные стороны, дав появиться великому существу. Женский силуэт, по-настоящему исполинских размеров, стал постепенно выпрямлять спину. На маленького Кирая опустилась безбрежная тень. Ее длинные, чуть изогнутые рога проходили рядом с нимбом, что своим белокрасным светом перебивал депрессию этого места. Легкая темнота подчеркивала на ее красной коже вены, из которых периодически выстреливали огненные рваные флаги. Длинные черные волосы свисали ниже лопаток, и от кончиков до середины они горели языками пламени. В руке у нее было внушительное черно-золотистое копье, что идеально гармонировало с ее откровенными доспехами, скрывающими лишь часть бюста, бедра, локти и колени. На ногах отсутствовали поножи и виднелись длинные когти. Хозяйка измерения носила черную острую корону, которая смотрелась как несколько уменьшенных рогов, этим еще больше отмечая основные. Существо нагнуло свою голову, внимательно рассматривая человека. Красные зрачки были маленькими, а их белки абсолютно черными. Это дарило ее взгляду просто запредельную грозность, что вкупе с ее размерами просто не могли не внушать страх. Ну, нихрена себе! Этот пункт Керай явно решил проигнорировать. Надо с Альмой махнуться на это колечко, продолжил он в уме. Если ее призвать в реальный мир, то однозначно всем врагам хана. Она, наверное, больше Левиафана в раз в десять. Охренеть! Обгоняя пепельные частицы впереди, она подошла ближе к человеку, а шаг ее можно было сравнить лишь с динамитными взрывами, что каждый из себя становился все громче и страшнее. Затем страж присел, оглушительно и сильно. От такой мощной стряски Керай подпрыгнул, как невидимая блоха, а сам ее спуск обеспечил легкий ураган среди опаленных деревьев. Сидячая поза колоссального сознания выглядела весьма открытой. Ее рука расслабленно свисала со стоящего колена, а другая свободно лежала на второй поджатой ноге. Далее голова стража чуть опустилась, толкнув Кераю еще порцию обугленного воздуха. «Чего тебе надо, жалкий паразит?» Звонко произнесла она, что едва не стала ударной волной. «Я... эм... эм... эм...» Не ожидал Керай таких слов от стража. «Как бы... ну... эм... договор?» «Что ты там мямлишь? Пыль!» «Я пришел заключить договор!» Преодолел он смятение пороховым выстрелом. «Но сперва не могла бы ты ответить на пару вопросов!» Страж внимательно промолчал. «Оно, оказывается, может говорить?» Появилась на ее лице едва заметная улыбка, после чего она качнула рукой, исполнив развалительный жест. «Давай же! Говори! Но если мне станет скучно, я тебя прикончу!» «Не прикончишь! Ты не сможешь!» Признес Керай самодовольной ухмылкой. «Да неужели?» Расширила она свои и без того пугающие глаза. «Страж обязан защищать своего владельца! И к тому же твоя стихия не подействует на меня из-за иммунитета!» «Ха-ха-ха-ха! Пока ты еще не заключил договор!» «А это значит...» Пугающей скалой стало ее лицо, когда подплыло к человеку. «Я могу поджарить тебя, не оставив от твоего тела даже молекул!» Бойкость Керая сразу упала в ноль. Сглотнув, жал он плечи, уже молча слушая. «Именно я являюсь воплощением огненной стихии, а не кольцо! Оно лишь мост между нашими возможностями и измерениями. Чтобы получить иммунитет, просто носить его недостаточно. Только двухсторонний договор способен создать связь!» «Что произойдет, если, находясь в этом измерении, я сниму кольцо?» «Оно позволяет тебе здесь находиться. Если снимешь его, произойдет две вещи!» Прогремев локтевым доспехом, показала она пару когтистых пальцев. «Первое, ты обратишься в пепел! Второе, тебя снесет пространственно-временным течением!» «Окей!» Показалось Кераю, что каждое ее высказывание так или иначе имело отношение к его кончине. «И главный вопрос!» Напрягся он, боясь и сказать. «Ты знаешь, где находится амулет жизни?» Лик демонической девы на секунду исказился отвращением, а ее ответ последовал с задержкой в более тяжелом тоне. «Нет! Я не знаю, где амулет!» Подняла она свою могучую голову. Огненные вены нагрелись и единожды стрельнули. «Это поганая тварь!» «Такая, как ты, может злиться лишь на себе подобного!» «Любая информация будет полезной!» «Особенно, если речь идет о страже амулета жизни!» «Шестикрылая!» Попыталась она ругнуться, но сдержалась. И, отведя взгляд куда-то на горизонт, она продолжила, уже в спокойном тоне. «Ее имя Лайла!» «Мерзкая улыбка!» «Не покидает ее лица даже на секунду!» «Это притворство меня просто бесит!» «Вся такая правильная!» «Сучка!» «Даже представить не могу, за что ты ее можешь ненавидеть!» «Парни не поделили!» «Наш отец!» «Он!» «Вдруг отвлеклась она от горизонта!» «Неважно!» «Тебя это не касается!» «Погоди! Вы встречались на поле боя?» Дал Керай волю догадки. «Как кто-то вообще может тебе противостоять?» «Нас, стражей, нельзя убить!» «Если у призывателей сякнет энергия синхронизации, мы просто перемещаемся обратно в свое измерение!» «Но эту тварь даже битве ей одолеть нельзя!» «Ее сила восстановления просто делает все попытки полностью бесполезными!» «Нас призвал страж бытия из второго поколения!» «Мы сражались двадцать тысяч лет, и в итоге я рухнула без сил!» «Этот поединок доказал, что ее сущность сильнее моей!» «Жизнь, но не губительное пламя!» «Ясно!» «А тебе что-нибудь известно про...» Керай прерывался и с жестикуляциями начал излагать сразу суть. «Короче, мы назвали это одержимостью Левиафаном! Меня сперва убили, а потом я воскрес из мертвых! И с помощью высокого уровня синхронизации сумел завалить очень опасного придурка!» «В общем, что это была за хрень?» «Одержимостью это и было!» «Очень древний, ей-богу!» Стал он уверенно расхаживать зад-вперед. «А что Левиафан имел в виду, когда сказал, что у меня с ним будет еще много времени для бесед?» «Он словно был уверен в том, что мы снова увидимся!» «Если он так сказал, значит так и будет!» «Левиафан наделен способностью видеть будущее, а его мудрость и терпение просто безграничны!» добавила она от себя. «О, точно! Где мои манеры?» Человек отвесил легкий поклон. «Меня зовут Кирайхорс, приятно познакомиться!» «Имя мое богиня Геката, страж кольца огненной гиены!» не сильно кивнула она, но из-за таких размеров наклон был значительно отмечен простым наблюдателем. «И еще вопрос, а ты можешь погинуть это место по своей воле? Я имею в виду без вмешательства владельца выйти в свет, так сказать!» «Нет, над томой и стражи!» указала Геката коктистым пальцем на человека. «Место, где ты сейчас стоишь, Кирайхорс, это сердце огня!» «Если вы стражи, значит, есть что охранять, так?» «Я как-то раньше об этом не думал!» «Страж бытия должен следить за тем, чтобы все существовало!» «Но в чем ваша цель?» «Стражи стихий!» «А вдруг кто-то возомнит себя Прометеем и у тебя пламя стырит? Или что?» «Не все во власти Стража бытия, тем более нашей!» «И как прикажешь это понимать?» «Разве Страж бытия не есть как бы все для всего?» «Даже у нас есть враги, Кирайхорс!» «Знать не должен ты!» «Вот так и знал!» «Отвернулся он в гневе, улыбаясь!» «Я все равно выведу всех вас на чистую воду!» «И раз не хочешь говорить, я буду закидывать тебе дурацкими вопросами!» «Как вы, Стражи, обычно развлекаетесь?» «Тут же от скуки помереть можно!» «Мы способны наблюдать за внешним миром через стихийное око!» «Это дает знания и в некоторой степени интерес!» «Но возможность покинуть это измерение ценится среди Стражей сильнее всего!» «Вот значит как!» «Вдумчиво прикоснулся Кирайх к подбородку!» «Когда Альма наберет пятый уровень синхронизации, я попрошу ее...» «Нет!» «Я прикажу ей призывать тебя как можно чаще!» «Альма!» «Да!» «Забыл сказать!» «Я здесь только ради этих вопросов!» «Владеть этим кольцом будет именно Альма!» «Не волнуйся!» «Вы с ней поладите!» «У нее такой же адский характер!» «Может даже еще более адовый!» «Тебе ведь нужен амулет жизни!» «Для чего?» «Поинтересовалась богиня Гиката!» «Я смертельно болен!» «Грустно сказал Кирайх!» «Словно сам уже забыл!» «Поэтому мне надо исцелиться!» «Вот и все!» «Ясно!» «И если тебе посчастливится увидеть Лайлу, то дай этой суке в лоб от меня!» «Я буду у тебя в долгу!» «Ха-ха!» «Считай, уже сделано!» поднял Кирай кулак. «Только у меня всего два года жизни, чтобы найти амулет жизни!» «Не успею!» «Я труп!» его улыбка дополнилась уверенностью. «Но я думаю, этого более чем достаточно!» «Два года?» задумывалась богиня Гиката, отведя свой величественный взгляд в сторону. «Что такое?» стревожно спросил Кирай. «У каждого стража есть свои особенности!» «Левиафан способен видеть будущее!» «Я же могу предсказать, сколько телу осталось времени до его естественного распада!» «Я вижу гибель планет, гибель звезд и также любой другой тепловой энергетический коллапс!» Гиката вновь взглянула на человека и произнесла чуть громче обычного «Кирай Хорс, твой распад произойдет через один год!» «Один год?» переспросил Кирай, внезапно потеряв половину жизни. «Это если ты не умрешь раньше!» «Я могу лишь озвучить твой максимальный жизненный срок!» «Но почему один год?» «Медицина Альянса не могла вот так взять и дико промахнуться!» «Ваша медицина лишь искусственный продукт недоразвитых создателей!» «В вашем понимании законы физики относительны, но в руках стражей они становятся абсолютными!» «Но ведь...» Далее Кирай взял под контроль собственное смятение и огорченно опустил глаза. «Понятно! А чтобы выбраться отсюда обязательно надо заключать договор?» «Чтобы попасть сюда ты произносишь некое слово! Это на нашем языке! Оно подтверждает твое согласие с условиями договора! Данный контракт насчитывает 1467 пункта и один из них гласит договор или смерть!» «Тогда вперед!» «Полагаю, мой лимит вопросов исчерпан!» «Спасибо за информацию и жди нового гостя!» В завершении Кирай отошел назад и приготовился. Приняв упор на колено, хозяйка измерения встала в полный рост и возвысила копье к полыхающему небосводу. «Я богиня Геката дару тебе покровительство стихии огня!» Затем она ударила его тупой стороной по раскаленной поверхности. Небесная воронка извергла пламенный смерч, что опустился на Кирая своим пустотным центром. Свирепый гул кричал повсюду. Огонь был столь плотным, что закрывал все возможные просветы, и в одно мгновение полыхающие стены поглотили его. Вернувшись из другого измерения, Кирай заметил, что от его любопытной команды осталось всего два человека. Не дождавшись капитана, они были погружены в сон. Альма спала на одном из тренажеров, Кайн занял неудобную позицию на стульях, и, состряпав злобную мордашку, Кирай тихо удалился за необходимым инвентарем. Надев белый контейнер на голову Кайна, он также привязал его ногу к ножке стула, который был надежно прикреплен к полу. Альми на руку он выдавил целый тюбик жидкой субстанцией. Далее тот осторожно положил ей на лицо включенный диктофон, что воспроизводил звуки комариных писков. Уже едва сдерживая свой коварный шепчущий смех, Кирай встал рядом с Кайном, держа в руках пару палок, предназначенных для филиппинской борьбы. Спустя несколько секунд ожидания, Альма со всего размаха бьет себе по лицу, раздался смачный жидкий шлепок, а следы субстанции разлетелись чуть ли не на пять метров от точки удара. И Кирай как по сигналу начал быстро барабанить палками по контейнеру на голове Кайна, при этом панически крича «Кайн, на корабль напали Макинги, нас штурмуют, они уже внутри!» Кайн рефлекторно вскочил и попытался куда-то побежать, но связанная нога уронила того плашмя на траву, при этом он ударился головой внутри шлема. Теперь смех Кирая уже не сковывал осторожность перед спящими жертвами, его слезоточивая истерика была дикой. Кайн пролежал какое-то время бездвижно, из жуткого смеха постепенно осознавая, что его разыграли. «Ха-ха, извини, не смог удержаться!» выдавил Кирай. Медленно поднявшись, Кайн снял контейнер с головы и развязал ногу, но в отличие от Кирая у него не было настроения смеяться, он лишь слабо улыбнулся и положил руки на плечи брата. «Эх!» предрекающий издал он. «Скоро ты узнаешь, братец, насколько я могу быть злопамятен. Я бы тебе не советовал ложиться спать. Вообще никогда!» Кайн отходит в сторону, а за ним в очереди уже стоит Альма, с лица которой до сих пор падали жидкие куски. Сняв кольцо, Кирай потянул его ей. «Можешь забирать, оно твое, и я вовсе не пытаюсь таким образом сделать тебе предложен!» Слова Кирая обрываются из-за сильного удара по лицу, что также свалил его с ног. Буквально выдернув маленький предмет из лап неприятеля, Альма спешной нервозности удалилась прочь. Но пострадавшая физиономия Кирая все еще носила улыбку, и, отточив ее до полного психопата, достал он из кармана маленький пульт и нажал на кнопку, тем самым приостановив запись камер, а нажатие другой кнопки загрузило видео в галактический интернет. Тренировочный зал являлся самым безопасным местом для заключения договора, поэтому после того, как Альма тщательно смыла со своего лица выходку Кирая, она вернулась. Плащ ее был радикально изменен с однородного черного на темно-красный, который также дополняли черные узоры плюща. Ты сменила плащ? заметил Кирая резкую перемену. Это типа под стихию огня, что ли? Не знал, что ты так вообще можешь. Я впечатлен. Не твое дело, произнесла та в улыбке. Лучше скажи, что теперь? Сперва нужно сказать об гамелесиев. Это слово является неким пользовательским соглашением, а когда окажешься в том измерении и встретишь Гекату, то не стоит бояться. Она на самом деле неплохая. Тем не менее, лучше ее не зли. Она любит смелых и таких же извергов. Короче, будь собой. Альма окинула его терзающим взглядом, отчего челюсть Кирая вновь заболела. Прознеси слово об гамелесиев, сменил он тему. Подавив недовольство, Альма повернулась вперед и полностью собравшись, та проговорила об гамелесиев. Когда она окунулась в мир Гекаты, Кирая занялся расстановкой тренировочных манекенов, чтобы Альма незамедлительно приступила к испытанию своих новых сил, но та вернулась намного раньше, чем он закончил. С возвращением радостно подбежал он к Альме. Ну как, круто же было? Ты просто титанов еще не видел, ответила она, обойдя Кирая. Не с чем тебе сравнивать. Как, вообще не впечатлило? Нагнал он. Шесть из десяти. Почему так мало? Что для тебя тогда десять из десяти? Титан тянет где-то на семь. Я много путешествовала. Ну, так что для тебя десятка? Ответь, а не то я башкой об стену пристыкуюсь. Королева первых людей. Довольно болтать. Альма встала напротив манекенов. Как управлять этой штукой? Так, первым делом сконцентрируйся на манекене. Затем как бы прикажи огню уничтожить его. Напасть, словно твое пламя это нечто живое. Когда манипулируешь стихией, при помощи руки чувствуется большая контрольность. Не важно какую руку ты используешь, важно лишь чувство ведущего. Но более метафизичнее делать это Альма резко кинула руку в сторону манекена. Алмазная светло-оранжевая пыль впилась в него. И тот вспыхнул словно облитый горючим. Делать это рукой с кольцом. Продолжил Керась того, на чем прервался. Но его внимание полностью занимал горящий псевдочеловек. Класс! Это же перекинез! А теперь попробуй сделать подобие огненного щита. Сконцентрируйся не на нападении, а на защите. Прикажи огню окружить тебя. Затем постепенно усиливай вращательный горячее. Альма подняла обе руки и вокруг нее образовался огненный двухметровый цилиндр. Как только она растопырила пальцы, стихия устремилась во вращающийся пляс. Пламенный вихрь быстро ускорялся, порождая жуткий рев и возжигая траву под ее ногами. Это даже немного напугало Керая. Так достаточно, но Альма будто не слышала его, все продолжая ускорять огненный циклон. Температура вокруг быстро повышалась. Керай прислушивался к нарастающему гулу, и когда открытый страх коснулся его, он повторил свой приказ. Не увлекайся, остановись! Внимание, показатель О2 быстро падает, прозвучал сверху голос Купера. Повторяю, показатель О2 быстро падает, рекомендуется покинуть помещение. Ты выжигаешь кислород быстрее, чем он восстанавливается! Капитан говорил достаточно громко, но то ощущение силы, что испытывала Альма, было чем-то новым для нее и очень притягательным. Керай ничего не оставалось, как принять меры. На месте огненного вихря он расчетливо создал свой водный в противоположном вращении, и в паровом танце торнадо Альмы было довольно быстро нейтрализовано. Думаю, у тебя будет еще время, чтобы определить максимальный коэффициент своей новой силой Альма, сказал Керай с усуждением, но и с пониманием. А пока тебе нужны основы. За этой тренировкой незаметно наблюдал Малик. Это очень странно, внезапно произнес он. Блин, что же ты тучей подлетаешь, сказал Керай с рукой на сердце. И что тут странного, Малик? Альма сменила плач, но почему он не сгорел? А ты что, уже забыл? Это же стандартная фигня, иммунитет от стихии огня. Знаю я, но почему? Ведь кольцо «А ее недавно надетый плач точно бы сгорел», поправил Малик очки. Интересный вопрос, Малик, понял Керай о чем он. Степень привыкания к близкому окружению владельца слишком быстрая, словно есть некий радиус, поэтому и новая одежда Альмы не сгорает. «Эй, с какого хрена вы обсуждаете именно мою одежду?» возмутилась Альма. «Я сейчас вас сожгу от забочной скоты». Секунда молчания. «Малик, гуляй!» Тот с опозданием догадался, что помешал и, отцепив свой сосредоточенный взгляд, Малик поспешил удалиться. «Итак, на чем мы остановились?» повернулся Керай Кальми. «О, попробуй произвести огнеметную атаку. Целься в манекен с датчиками. Чтобы это получилось, ты должна создать концентрированное пламя лишь у себя в ладони, а уже от нее направлять огонь на цель, и при этом не забывая постоянно производить его. Для подобного финта требуется нехилая концентрация. Алмазная пыль заблистала у ладони, следом там преобразовался плотный желтый сгусток, из которого впоследствии высвободилось пламя под высоким давлением. Струя ближе к мишени слабела и теряла напор, но это создавало двухметровый охват, что полыхающим одеялом окутывал манекен. Как только Альма закончила, Керай едва ли не подпрыгивая от любопытства, поспешил рассматривать показатели термодатчиков. Нихрена! 956 градусов по Цельсию! И это только на конце огнемета? Не слишком ли много для первого уровня синхронизации? Керай вдруг глубоко задумался, но губы его продолжали шевелиться. Хм, температура же зависит от давления огня, выступая ролью катализатора цепной реакции, которая заставляет атомы углерода и кислорода ускоряться и сталкиваться друг с другом. Ты это к чему? спросила Альма. Тепловое движение, ответил Керай, но звучал только для себя. Во время ядерного синтеза сталкивающиеся ядра элемента создают новые, более тяжелые, однако этому препятствует кулоновый барьер. Но тут другое дело, нам вовсе не нужна крутая лаборатория или ядро звезды, мы сами расставим все законы, а по-человечески объяснишь? привязала Альма недовольство к вопросу. Надо всего лишь ускорить ионы вещества при помощи электрического поля. Тепловое движение может создать ионы накормленные кинетической энергией. В предвкушении посмотрел Керай на Альму. Это может сработать! Надо позвать Кайна! Что может сработать? Ты скажешь в конце до концов? Термоядерный взрыв! Бойко ответил он положив руки ей на плечи. Я сейчас! Керай сбегал за Кайном и посвятил его в задуманное по дороге. Кайн комментирует Я конечно ни хрена не понял, но ударить молнией говоришь? Да, а теперь следуйте моим инструкциям. Альма сформируй большой огненный шар и максимально сожми его. Альма сделала в точности как он сказал. А теперь сконцентрируйся, запрограммируй этот огонь. Представь, что внутри него много крошечных и живых мячиков, которые прыгают и ускоряются все сильнее и сильнее, тем самым создав некую накапливаемую мощь. Без каких-либо заминок Альма выполнила ряд команд. Мини солнце начало громко жужжать, со временем звук становился более пронзающим, словно гоночный болид набирающий скорость. Отлично! Альма, когда Кайн ударит молнией, то сразу разожми его. Все поняла? Да! громко ответила она, чтобы пробиться сквозь шум. Мы с Кайном отойдем! Воспользовался Кирай жестикуляциями для ясности. В отличие от тебя мы можем пострадать! Братья отбежали на приличное расстояние. Сотворив водный шар, Кирай закинул его в опровизированное солнце и крикнул Кайн, сейчас! По команде он наносит удар молнией. Альма разжимает пальцы. Результат проделанной последовательности проявился моментально. Взрыв, что больше походил на вспышку, уничтожил все в радиусе 20 метров, также не оставив и шанса манекенам. Братьев, стоящих вдалеке, ударной энергии приложило к стене. Кирай сильно оглушило, но сквозь дезориентацию и постоянный шум в голове он сумел собраться с мыслями и подняться, упираясь на стену. Когда он осмотрел тренировочный зал, Тони сразу узнал его. Тренажеры, манекены, медицинское оборудование и прочее обратились в деформированные конструкции, а пламя небольшими сугробами жиждило на них сверху, словно пытаясь добить. Внимание, в данном помещении прослеживается двухпротонно-нейтронная радиация, оповестил Купер. Внимание, покиньте радиоактивную зону, повторяю, покиньте радиоактивную зону, быстро в изолятор, скомандовал капитан. Купер тут же опечатал вход за выбежавшими виновниками. Все трое поспешно прибыли в небольшую белую комнату и голосом активировали функцию радиоактивного очищения. Сверху на них палился душ. Далее пошла обработка паром. В завершении из стены открылись небольшие углубления, где лежали пистолеты со шприцами. В следующий раз я не буду участвовать в твоих экспериментах, высказал мнение Кайн, введя в шею препарат. Кажется, мы угробили наш тренировочный зал. А кстати, можно еще попробовать скомбинировать райтона с... Нет! Хором прервали они Кире. Да ладно вам, фейерверк же удался. После разрушительного эксперимента прошло пару недель. Тренировочный зал до сих пор находился на ремонте у роботов Купера, а от Малика все еще не было никаких новостей о новых частях стража. Капитан по непонятной причине созвал весь свой персонал в кают-компанию, они собрались там довольно быстро. Не хватало только Малика, который был слишком занят исследованиями, и двух братьев, что слегка опаздывали. Слушай, Кайн, забыл сказать, выскочил Кирай из-за его плеча. Прикинь, сработало, Альма поблагодарила меня за комплимент. Ну а ты чего ждал? Если честно, смачный удар по рылу. Да, этот огонь в ее сердце, вдохновленно задумался Кирай. Она как прекрасный, но колючий цветок, понимаешь? Ты что, мазохист? Шучу. Да, я понимаю, о чем ты. Лицо Кайна внезапно приобрело серьезность и вдумчивость. Но будь с ней осторожен. В каком это смысле? С ней как по минному полю. Если не туда повернешь, ты труп. Я ведь тебе не рассказывал, что случилось с ее предыдущим парнем? Нет, с опаской протянул Кирай. Понятно. Значит, слушай. Однажды ее парень, а его кажется звали Фред. Да, Фред. Как это звали? Не спеши, дай сперва рассказать. В общем, Фред тоже говорил Альме приятные комплименты снова и снова. Но понимаешь, в чем дело, она всегда реагирует с двойной отдачей. И в один ужасный миг, после очередного ограбления торгового судна, Альма вернулась домой раньше положенного времени, по всей квартире была разбросана одежда, поэтому она еще на пороге поняла, что Фред был не один. И когда она вошла в спальню, то застала его с любовницей. И что произошло дальше? Спросил напряженный Керай. Шаг его сильно замедлился. Ну, Фред до сих пор считается пропавшим без вести, а его любовницу нашли мертвой, сразу через день после этого. Ее лицо было жутко обезображено, а половину скальпа и вовсе будто вырвали. И все, конец истории. После своей страшилки Кайн добавил, открыв дверь ведущего в переговорную, короче считай я тебя предупредил. И вошел он, оставив Керая докрашивать эту историю своей и без того буйной фантазией. Очевидно, сделав какой-то вывод, он пересек порог вслед за братом. Увидев Альму лежащую на диване, Керай замер на месте. Он не мог смотреть на нее так, как раньше. Это уже был не прекрасный цветок с острыми шипами, а самый настоящий кактус. Но любопытство все же взяло верх, и он решил получить ответ на терзающий его вопрос. Альма, а что стало с Фредом? С каким еще нахрен Фредом? ответила она. Услышанное прокатилось по Кераю катком ясности, когда он вновь обратил взгляд на Кайна, то уже был готов на него наброситься и разорвать как дикий волк, а тот смотрел в ответ и вскоре медленно натянул на свое лицо широкую и по-настоящему злобную улыбку. Хайма тем временем ждала ответ на вопрос, и Керай выйдя из состояния внезапной перегрузки мозга, решил сменить опустевшую тему. Неважно, кольцо огненной гиены твое, и теперь после того как мы найдем амулет сменя бабки. Я все правильно помню? Да, все верно. Хорошо, тогда начнем, сомкнул Керай ладоши. Если у кого-то есть тема для разговора, то вперед, это внеплановое собрание, поэтому можно говорить обо всем. Керай решил пойти на такое из-за принципов. По его мнению, узы между капитаном и подчиненными не должны быть подобны скалистому обрыву. Тем не менее, все они являлись профессионалами, для которых свободные темы были незыблемы. На это даже не повлияло большое количество вкусной еды и выпивки. Однако, стоило лишь Кераю начать, как ситуация сильно изменилась. Отложив маски в стороны, говорили они долго и обо всем. Подобная беседа вызывала у всех только расслабленность и открытость, но некоторые темы просто не могли не накалиться. Я только одного не могу понять, сказал Керай. Почему земляне не улетают от фальменов на другую планету? Глупо же так рисковать. Потому что земля это не просто пригодная для жизни планета, Керай, ответил Кайн, что был явно недоволен словами брата. Но она и наш родной дом, имеющий богатую историю. Мы не можем так просто взять и оставить все позади. А ты предлагаешь поджать хвост, чтобы потом занять новый кусок камня и назвать его новым у нас будет больше времени для подготовки к войне. А когда мы станем еще сильнее, то сможем уничтожить Улей и систему Мебиус со всеми фальменами. Я просто не хочу ждать, когда молот ударит об наковальню. А если они поймут, что на земле нет людей, то молот вообще бить не станет. Это лишь догадка. Отрицательно помотал Кайн головой. Как ты думаешь, зачем они направили Улей к нам? Так вот, разведка считает, что они готовят его к столкновению с землей. Эти твари непредсказуемы, и когда они уничтожат Риор, то вся человеческая история рухнет вместе с ним. Ты слишком лично относишься к этим фальменам, Кайн. Я конечно понимаю, эти твари угрожают. Они порвали на части многих моих друзей, перебил Кайн. И из-за них пропал наш отец. Так что да, это личное. Кирай как ударом проникся словами Кайна, испытав чувство гордости. А непонимание его эмоционального порыва также ощутимо сменилось пониманием. Ты готов уничтожить каждого фальмена своими руками? Спросил внезапно Кирай. Да, у меня есть свои убеждения на этот счет. Тогда уничтожь, пожав плечами признёс тот. Что? Что ты такое говоришь? Кайн сбавил пыл. Как бы мне этого не хотелось, есть грань между тем чего хочется и тем что можно сделать. Я просто физически не смогу это сделать. Один нет, но силой стражи бытия сможешь. Ведь тот кто им станет будет способен не только создавать целые миры, но также и уничтожать их. Ты думаешь что это возможно? Разве у нас хватит времени? Кайн у нас в руках уже три части стража. Если ты прав насчет земли, то через год фальмены растопчут её. И приблизительно в это же время я покойник, но этот лимит времени вполне удовлетворительный. Один год? Врачи ожидали тебе два. Как такое можно забыть, Кирай? Они ошиблись. Я больше доверяю богине капсулы не сработали и нанокристаллы оказались полностью бесполезны, а теперь они ещё и ошиблись? Во мне роятся какие-то неизвестные враждебные клетки, агрессивность которых невозможно предсказать. Тут нельзя их винить за неверные прогнозы. Мы найдём этот амулет, слышишь, Кирай? Подскочил Кайн. Успокойся ты, я даже в этом не сомневался, обратился Кирай к остальным. Как вы поняли, Кайн получит остальные части стража, поэтому воспринимайте его как моего ферзя, ну, может и себе парочку частей прихвачу, так как от моего выживания и завесят ваши деньги, и я тебя не подведу, словно школьник поднял трое руку, мне нужны деньги, чтобы начать новую жизнь, я не буду продавать оружие, но стану его создавать для альянса, и с кивком он добавил, вот, поняв, что началась какая-то невидимая очередь, другой продолжил, даже вид денег может мне душу согреть, отозвался зод и прижал груди винтовку, но также люблю сквозь прицел я смотреть, открою стрельбище рекордсмен, найдутся стрелки, равные мне, их имена отобразятся на стене, пока именно этого требует моя душа, а там поглядим, может вамперские снайперы острублю, где моя винтовка будет в полном ходу, ты уже почти целыми стихами говоришь, подметил Кирай, не думал, что скажу это человеку, но тебе даже приятно слушать, говори больше зод, ей богу, о, я воспользовался твоим советом капитан, и недавно стишок написал, стихи я иногда репетирую в разговоре, но прочту только тебе, я не хочу тут прозябать в позоре, заметно, а почему ты никогда не расстаешься за своей винтовкой, зод вдумчиво промолчал и опустил свои зеленые глаза, это была грусть, но яркость его взгляда довольно сильно скрывала эту эмоцию, у него снайперский синдром, ответил Кайн застывший вопрос, снайперский синдром, да, есть два типа целей, одна пытается навредить снайперу, другая же пассивная нет, обычно пассивная цель ничего не подозревает и от этого некоторым стрелкам намного тяжелее произвести выстрел, живая мишень не выказывает прямую угрозу для жизни снайпера, поэтому у него нет причины, чтобы совершить убийство, каждый переживает это по-своему, у зота постоянно дрожат руки, но когда он держит свою винтовку, дрожь замолкает, это можно понять, так, ну а теперь, Кирай хлопнул себе по ногам и поднялся, пора тренироваться, обратился он к Альме с Кайном, а вам лучше вообще не использовать силы стража на этом корабле, во всяком случае, пока наш тренировочный зал выведен из строя. Занятно, подметил он, выходит, что новый уровень синхронизации достигается все сложнее с каждой прокачкой. Хм, не успев пройти и десяти шагов, как Кирай внезапно замер, его взгляд ушел куда-то вверх, а последующее бормотание было едва слышимо. Темный лис, синхронизация, левиафан, уровень, награда, амулет жизни? Бледнел он с каждым словом, а дыхание становилось все более похожим на собачье. Кирай, ты чего? Превставая, спросил Кайн. Его настороженный тон принудил и других обернуться к капитану. Кирай быстро прикрыл рот руками и побежал к мусорному контейнеру, куда его истошнило. Так, подлетел к нему Кайн. Глубоко дыши, замедли дыхание, расслабь мышцы, закрой глаза. Из-за отсутствия концентрации, он с усилием попытался выполнить все команды Кайна. Ты сейчас находишься на борту черного дракона, ты его так назвал, сила левиафана позволяет тебе управлять стихией воды, это твоя реальность, ты ее часть, здесь и сейчас. Что это с ним? спросил Трой. Он внезапно осознал происходящее. Когда началось все это безумие со стражем бытия, он ринулся туда с головой в надежде спасти свою жизнь, но его мозг осознал все только сейчас. Это редкая форма психической атаки, я предвидел, что подобное может с ним произойти. Кайн уложил его на один из диванов, и Кирай тут же уснул. Он скоро оклемается. В переговорный отсек неожиданно влетел Малек. Его запотевшие очки скрывали безумные глаза, и порядком отдышавшись, он заговорил. Сенсоры зафиксировали сразу три сигнала на одной планете. Я провел сопоставительный анализ, и это однозначно то, что мы ищем. Что за планета? Спрашивает серьезный Кайн, который быстро вжился в роль капитана. Данные новости он даже не удивился. Или хорошо это скрыл внешне. Бетера 20. Заброшенная зеркальная земля. Классификация планет с идентичным расстоянием от солнца и примерным уровнем развития цивилизации. Отсюда и название зеркальная земля. Тогда не будем терять времени. Осмотрел Кайн команду. Курс на зеркальную. Словно оживший вампир, Кирая резко поднялся на присед. Курс на зеркальную. Все по местам по приуполным ходам. Малик сколько нам туда лететь? Три дня Кэп пронзительно ответил тот. Затем пошла в ход длинная пауза. Че расселись? Мы должны быть там уже вчера. Еще какое-то время поглазев на Кирая как на призрака они торопливо подорвались со своих мест.